В этом видео мы с вами поговорим о настоящем времени. Как вы знаете, в английском языке существует 4 варианта, которые относятся к настоящему времени. Это present simple, present continuous, present perfect и present perfect continuous. Разберемся, в чем разница. Вы видите перед собой таблицу, в которой показаны формулы, как это время используется, как она образуется. Утвердительная форма – подлежащее, we – это verb, глагол, и в скобочках is, s – это окончания, которые появляются в третьем лице единственного числа. Примеры мы разберем. Теперь посмотрите, отрицательная форма, она образуется, когда между подлежащим и сказуемым появляется частичка don't или doesn't. Doesn't – это для третьего лица единственного числа. И вопросительное предложение строится с помощью вспомогательного глагола do или does для третьего лица единственного числа, подлежащее и глагол, неопределенная форма. Все. Формулы здесь показаны, можете их рассмотреть. В present continuous используется глагол to be и глагол с инговым окончанием, вспомогательный глагол have – это has для третьего лица единственного числа, или have, и третья форма глагола. И present continuous используется вспомогательный глагол have – has, have, been, и инговая форма глагола. В примере, когда будем разбирать, будет более понятно. Сейчас давайте разберемся, какое время, когда используется. Итак, если нам нужно показать факт, действие, регулярно повторяющиеся, описание привычек, распорядок дня, что мы обычно делаем, мы используем present simple. Это время, которое наиболее часто используется в речи. В зеленом отмечены слова-маркеры. Они нам больше помогают при переводе с английского на русский. Эти слова не всегда могут сопровождать предложение. Чтобы не путаться, нужно запомнить, что present simple – это всегда факты. Рассказываем о фактах. Если же нам нужно рассказать о действии, которые происходят сейчас, то есть сейчас в каком-то процессе я или кто-то находится, когда мы используем present continuous – процесс, который происходит в настоящий момент. Часто эти предложения переводятся со словом сейчас. Я сейчас смотрю телевизор. Я сейчас пью кофе. Слова-маркеры. Now, at the moment, at present, today. Но это не обязательно. Эти слова будут в предложении. Запоминаем. Когда нам нужно показать процесс, который происходит сейчас, используем время present continuous. Следующее. Present perfect. А это время используется, когда нам нужно показать факты, свершившиеся, то есть события, факты, которые уже произошли. Они уже произошли, это факты. И мы сейчас о них говорим. So, present perfect используется. Слова-маркеры. Ever, never, yet, already, just. Они могут быть, а могут и не быть. Самое главное – это факт, который свершился, произошёл. Present perfect continuous. Это время мы используем, когда нам нужно показать процесс, который начался в прошлом. Может быть, он уже закончился, а может быть, нет. Самое главное, что это процесс, и что он начался в прошлом, и мы сейчас о нём говорим. Итак, present simple – это факты. Present continuous – процесс, сейчас. Present perfect – это свершившиеся факты. Present perfect continuous – это процесс, начавшийся, свершившийся или не свершившийся. Но мы о нём сейчас говорим. Разберём пример. Давайте возьмём такое простое предложение. Я смотрю телевизор и пишу письмо. Итак, если я говорю, что… Рассказываю просто как о факте, что там по утрам или обычно. Я смотрю телевизор и пишу письмо. Используем present simple. I watch TV and write a letter. Вот мы использовали формулу. I wrote. I watch. Если мы говорим о третьем лице единственного числа, добавится буковка S. Ну, к примеру. She watches TV and writes a letter. Теперь посмотрим, как образуются отрицательные предложения. Я не смотрю телевизор. Частичка don't. I don't watch TV and write a letter. Ты смотри… Я смотрю телевизор. Ставим вначале вспомогательную частичку do. I watch TV and write a letter. Всё. Мы использовали формулу present simple. А теперь, если это же предложение, но нам нужно сказать, что сейчас я смотрю телевизор и пишу письмо. То есть я сейчас нахожусь в процессе. Тогда мы используем present continuous. Это вспомогательный глагол to be и основной глагол смысловой с инговым окончанием. I'm watching TV and writing a letter. Переводим. Я сейчас в этом процессе. Теперь смотрите. Если нам нужно сказать, что я уже посмотрел телевизор и написал письмо. То есть получается, что действие свершилось. Я сейчас об этом говорю. Тогда используем present perfect – совершившийся факт. I just have watched TV and wrote a letter. Как используется это время? Глагол вспомогательный have – has для третьего лица, единственное число – has или have. И третья форма глагола. Смотрим. I just have – вот она, третья форма глагола. Watched TV and wrote a letter. Третья форма глагола для глаголов правильных – это окончание – иди добавили. А неправильное мы смотрим словарики. В данном случае будет форма – wrote. И present perfect continuous. Если нам нужно показать, что процесс, который начался, не знаем, закончился или нет, может закончился, и мы об этом сейчас говорим, используем present perfect continuous, и это будет выглядеть так. I have been watching TV and writing a letter for three hours. А я писал, смотрите, тут я написал, а здесь я писал письмо и смотрел телевизор с трёх часов. То есть процесс, может быть, закончился, может, нет. Но мы показываем процесс. То есть я был в процессе с трёх часов, был. То есть это началось когда-то, и сейчас я об этом говорю. Вот и вся разница в этих временах. Итак, ещё раз. Present simple – факты, действия, регулярно повторяющиеся. Описание привычек, распорядка дня. Present continuous – это процесс, который происходит в данный момент. Present perfect – это свершившийся факт. Он свершился уже, и мы о нём сейчас говорим. И present perfect continuous – это процесс, который начался, не знаем, закончился или нет, но мы о нём говорим сейчас. Всё. Четыре времени мы с вами разобрали, а я вам желаю тренироваться, легко использовать эти времена в речи. И подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и ждите следующее видео. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.